Приветствую вас, дорогая Церковь! Дорогие друзья, перед нашей общей молитвой я желаю поделиться местом Священного Писания это слова Господа нашего Иисуса Христа. Записаны они Матфея 11, 12. Евангелие Матфея, 11 глава, 12 стих. Здесь Господь говорит свидетельство об Иоанне Крестителе. И Он дальше говорит, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Знаете, оно для меня кажется, как будто на самой вершине горы стоит прекрасный золотой кубок, который нужно достичь и взять его. И на это нужно усилия восхитить, то есть схватить, получить, достичь чего-то. И нужны усилия. В Царство Божие невозможно войти самому. Есть условия. И Царство Божие усилием берется. Прилагающие усилия достигают, восхищают Его. Где же взять силы такие? В какой ОМСА пойти? В какой фитнес-клаб пойти, чтобы силы иметь физические? Дорогие друзья, дети, помните одного из учеников Иисуса Христа, Петр? Это был сильный, крепкий мужчина. Он рыбак был. Руки у него были могучие. И он был действительно таким. И когда Христос разговаривал с ним, он говорит, Господи, я за Тобой готов идти. Я за Тебя и жизнь готов отдать. Он не хвалился, он был таким. Помните, что с ним случилось? Когда Иисуса Христа арестовали, когда Он был во дворе, и воины Его окружили, тогда Петр проник туда и посмотреть, что будет дальше. И тогда служанка подошла и говорит, Он был с Иисусом тоже. И он говорит, я не знаю, о чем ты говоришь. Потом второй раз, потом третий раз. И он тогда написано клялся и божился, что он не знает того человека. Он не знает Иисуса. Это было его страшное падение. Не хватило сил физических. А какие же силы нужны? Но это был, друзья, не апостол Петр, это был ученик Петр. Когда иногда говорят, вот апостол Петр отрекся, апостол Петр никогда не отрекался. Ученик отрекся. Какая разница? У нас сегодня великий праздник Сосшествие Духа Святого на апостолов. И вот для меня нравится апостол Петр, на который мы можем смотреть после Дня Пятидесятницы. Давайте посмотрим на него. Деяние апостолов, пятая глава. С двадцать восьмого стиха. С двадцать седьмого. Деяние апостолов, пять двадцать семь. Тут история, когда апостолов арестовали. Приведшие их поставили в Синедрионе и спросил их, первосвященник говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом, об имени Иисусе? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите на нас навести кровь этого человека? Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели людям. «Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на дереве. Его возвысил Бог Десницею Своей в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему – это мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Вот здесь я вижу апостола Петра, тот, который не испугался, но в страхе пред Богом, с благоговением сказал, должно повиноваться Бога больше, нежели вас, друзья. И он кротко ответил. Но для меня золотой стих, друзья, вы запомните. Это 5.32. «Свидетели Ему – это мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Апостол Петр, исполненный Духа Святого, на котором пребывал, который возрожденный для новой жизни, он теперь не боялся, у него были силы, он не отрекся. До смерти он остался верным Иисусу Христу». Дорогие друзья, две мысли короткие. Чтобы достичь вечности, войти в Царствие Божие, мы без Бога не можем своими силами никогда. Чтобы покаяться, мы без Бога не можем. Только при слышании Слова Божия и содействии Духа Святого происходит покаяние. Только при содействии Духа Святого возможно следовать за Господом и достичь, восхитить Царство Небесное, войти туда, не ослабеть. Нужны духовные силы. Дорогие дети, дорогая молодежь, апостол Иоанн, он говорит, «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого». Как можно Лукавого победить? Слово Божие пребывает в вас, и вы имеете силу отразить стрелы Лукавого и остаться верными. Дорогие друзья, мы собрались в Дом Молитвы, чтобы поблагодарить Господа нашего за любовь и за милосердие. Сегодня сестра Ольга будет говорить о реальности того мира, среди которого мы живем. Не в мире живем, а среди которого живем. Дети наши, молодежь, подростки, они большей частью там находятся. Это мир, он страшный, он как лев рыкающий, он как разъяренный зверь, потому что коротко время осталось, когда Господь придет и восхитит церковь от земли. И он старается, если возможно, чтобы среди избранных вырвать, чтобы потеряли веру, чтобы не устояли, чтобы не дошли до вечности, чтобы не восхитили, чтобы упали, как Петр упал. Будучи учеником, что нас может спасти? Только Господь, только сила Божия, только Дух Святой, живущий в нас, который укрепляется верою и знанием Слова Божия. Апостол Иоанн говорит, пишу вам, юноши, девицы, я бы добавил, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Это важно для каждого в молодом возрасте, в среднем возрасте, в пожилом возрасте и в старческие годы. Потому что Слово Божие говорит, прославленный наш Господь записал в Откровении, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я, говорит Иисус, победил и сел с Отцом моим на престоле его. Дорогие друзья, только тот, кто победит этот мир, только тот, кто доберется до вершины, восхитит, получит и будет гражданином Царства Небесного с Господом. Но для этого нужно победить. Победить мы можем только силой Бога, силой Духа Святого, который пребывает в нас. И укрепляться мы можем, исполняться, как апостол Петр, исполнившись, мог ответить в Синедрионе, только исполнившись Духом Святым. А это приходит только через Писание, которое пребывает в вас. Пусть Господь благословит меня и тебя. И имя Его да будет прославлено и возвеличено во все дни жизни Церкви на земле и в вечности. Аминь. Поклонимся Господу. Продолжение следует... Продолжение следует...